У туристов спрос на два Алтая стал выше. Это подтверждают ведущие эксперты в области туризма. Шкала интереса взлетела вверх во время пандемии коронавируса в 2021 году. Но в 2022 интерес постепенно начал угасать. В этом году глубина продаж обмелела сильнее. Наши коллеги делали исследования. Один из ведущих туроператоров по внутреннему туризму. Они ежегодно проводят маркеринговые исследования. Поэтому пока цифры немножко не обещаю. Еще на 14% у них интерес упал по их продажам. Ну, у них основные продажи практически по Алтаю и вообще по России. Нужно такую сделать оговорку. На 14% это из европейской части страны. Вот именно инварь-февраль по продажам на этот сезон. Связано это в основном с увеличением цен на авиаперелеты и на сами туры. Отели премиум класса сильно задрали ценник. Так, сутки на одной из баз Телецкого составляют 330 тысяч рублей. Средняя цена на проживание в добротной базе на берегу Катуни с панорамными окнами 5-6 тысяч рублей. Но это нынче недешево, особенно для жителей Алтайского края. Я могу сказать, что за сегмент средний, средний плюс и выше, да, вырос процентов на 25. Причем собственники объектов размещения стали применять такую хитрую систему, динамическое ценообразование, которое сложно просчитывается. И когда тебе нужно в моменте что-то снять, как правило, цена еще выше, чем та, на которую ты предполагал. Изменились тренды и в запросах. Большинству туристов подавай хороший, благоустроенный объект размещения. Так, тот же отдаленный Кошагачский район новым веянием начинает все больше соответствовать, отмечают эксперты. А вот что касается необходимых доработок, то главное – тревел-боль Алтая – уборные. Система туалетов. Это головная боль всех туроператоров. И либо, за редким исключением, иногда неработающие туалеты на перевалах, Симинский чекетаман за какие-то там условные деньги, ну, либо их отсутствие. Вот. И было бы здорово, конечно, если бы были организованы специальные места под санитарно-гигиенические какие-то процедуры. Тем не менее, люди на Алтай едут. Несмотря на высокие цены, дефицит туалетов. Причем некоторые готовы отдыхать более скромно – за 300 рублей в палатке. В удаленных, труднодоступных местах без сотовой связи и тет-а-тет с природой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.